...автора книги, председателя Союза дипломатов Азербайджана в Российской Федерации и еврейского движения Олеф Аврам Савильевич Ихилов. Встречайте! Всем шалом! Очень рад всех видеть. Дорогие друзья, очень рад, что сегодня мы смогли собраться символически в таком месте, в Центре Объединения Горских Евреев. Сегодня в этом здании собрались члены разных конфессий. Это говорит о многом. Тем более сегодня 18 октября, день восстановления независимости Азербайджана. В этот сложный период мы именно отсюда можем заявить всему миру, что гуманизм и толерантность превыше всего. Кто бы что ни говорил, кто бы ни старался внушать в сердца миллионы людей ненависть, и только мы, горские евреи и азербайджанский народ, понимаем, что наша братская связь до скончания времен. То, что вы сегодня держите эту книгу в руках, говорит о многом. Во-первых, если я закончил эту книгу, и сегодня мы ее презентуем, говорит о том, что любовь к Родине всегда возьмет верх над ленью. Потому что на протяжении долгого времени я писал понемногу и откладывал. Но сегодня можно сказать, что завершил начатый труд. Это моя первая книга. Было очень сложно такому человеку, как я, не понимающему, как это делается, с чего надо начать. Но, несмотря на это, я упорно делал то, что считал нужным. В период работы над книгой советовался с уже состоявшимися писателями, которые написали не одну десятую книгу. Они давали советы, подсказывали и поддерживали. Мне кажется, что в любом деле необходима именно моральная поддержка. Идея написания книги появилась в 2020 году, когда началась Вторая Карабахская война. А после победы я для себя решил, что на все 100% эта книга должна быть завершена. Сегодняшняя презентация – прямая инструкция, пособие для многих народов мира, как можно сосуществовать двум, на первый взгляд, разным народом, но очень братским народом. Хочу отмечить, что я посвятил эту книгу к столетию общенационального лидера Азербайджана Кейдара Алеева. Общеизвестным фактом является то, что в жизни каждого человека самыми важными являются семья и Родина. У каждого человека свое понятие Родины. Но чаще всего Родины называют место рождения человека. Человек, не знающий историю своего народа и страны, в которой он родился, обречен остаться без будущего. «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя», – сказал французский мыслитель Уольтер. Его современник и наш соотечественник Михаил Ломоносов отметил, «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Горские евреи, особенные выходцы с Красной Слободы – это феноменальный субэкнос. Красная Слобода – это поселок в городе Губе в Азербайджане. Об этом уникальном месте писали свои произведения известные люди. Там снимались десятки фильмов, а поэти, посетив это место, навсегда оставляли свое сердце именно там. Вот насколько это место особенное, тем более для меня. Конечно же, передать всю эту атмосферу на бумаге невозможно. Даже посетив это место, оставляясь там несколько дней, и то этого недостаточно. Чтобы впитать всю древность, ощутить уникальность поселка, нужно там родиться, вырасти, чтобы постигнуть истинную красоту моей Родины. Духовный уклад этого небольшого по территории, но значимого места. Для десятки тысяч городских евреев Азербайджан не просто Родина, а именно место, без которого они не видят себя в будущем. Знаю очень много людей зрелого возраста, которые постоянно твердят, что живут только с мыслями, когда же вернуться домой, в Красную Слободу. Для мирового сообщества существование мусульман и иудеев под одним большим названием Азербайджан – это уникальное событие. Я вас уверяю, даже не понимают, как так получилось. Но скажу, что благодаря мудрой политике Гейдара Алиева мы смогли еще больше объединиться. Как-то он сказал «евреи – мои друзья», «агурские евреи – мои братья». И сейчас, руководствуясь мудрыми советами и политикой нашего общенационального лидера, верховно-главнокомандующий господин Яхам Алиев придерживается идеологии своего отца. В 2020 году весь мир стал свидетелем того, что справедливость всегда восторжествует. Во время Второй Карабахской войны мыгорские евреи наравне со всеми азербайджанцами мира не просто волновались и молились за Азербайджан, но имели прямую связь, внеся свой вклад в эту великую победу. Общенациональный лидер всегда особым вниманием относился к национальным меньшинствам. Еврейский народ ощущал это на себе сполна. Когда господин Алиев был переведен на работу в Москву, защита прав нацменьшист ослабла. Вниманием пользовалась в основном армянская община, интерес которой лоббировала Европа и Ереван. Еврейская же община была забыта. Не случайно руководство горско-еврейской общины в конце 80-х годов обратилось к руководству республики с призывом восстановить книгоиздание на джуури, на языке горских евреев. Период развала СССР был для всех народов Азербайджана непростым. В начале 90-х годов, когда в республике царил хаус, взяли вверх националистические лозунги. Начался отток еврейского населения. В тот период Азербайджан, по данным организации СОПНУК, покинуло более половины проживающих там евреев. Но возвращение к власти в июле 1993 года Гейдара Алиева расставила все по своим местам. После того, как в страну вернулись порядок и традиционные для азербайджанского общества ценности, толерантность и мультикультуализм, евреи начали постепенно возвращаться на родину. Сегодня в Азербайджане проживает свыше 10 тысяч горств евреев. Причина как раз в том, что многие уехавшие вернулись, а многие, что называется, живут на два дома. Азербайджан остается для всех горских евреев мира, переехавших в Израиль, родным домом. С возвращением к власти Гейдара Алиева еврейская община Азербайджана, безусловно, обрела второе дыхание. Большое внимание государство уделяет единственному в мире за пределами Израиля, еврейскому населенному пункту поселку Красная Слобода в Кубинском районе. Благодаря заботе государства в поселке отремонтировано 7 синагог. Обязательства Азербайджанской республики по охране и развитию общины госевреев Красной Слободы нашли свое отражение в законодательстве страны. К горско-еврейской общине этого уникального поселка были возвращены два здания синагога. Министерство образования республики дало разрешение на преподавание в средней школе поселка иврит как второго иностранного языка. Сегодня в этот сложный период, очень сложный период, моя историческая родина, Израиль, переживает сложные дни. Мы очень рады, что азербайджанский народ, так же как и горские евреи во время как и первой, так и второй Карабахской войны, молятся и волнуются за нас всех. И все-таки спустя столько лет, после Второй мировой войны, хотя бы это очень трудно поверить, ненависть к евреям до сих пор существует во всех уголках мира. Между тем раздаются голоса, отрицающие Холокост. Голоса тех, чья ненависть доводит их до безумия. Чья клевета отрицает самые отвратительные деяния человеческого общества за все существование человечества. Всем этим людям, ненавистникам, отрицателям Холокоста и тем, кто позволяет им это делать открыто, мы сегодня уже можем сказать, больше такого никогда не повторится. По традиции я всегда всех приглашаю в нашу прекрасную республику, в Азербайджан, в Красную Слободу. И только посетив это место, становится понятно, почему эти два народа так сильно интегрировались, любят и уважают друг друга. Еврейское движение «Алиф» было создано в 2016 году. Первоначальной миссией организации было создание некого движения для молодежи, которое в будущем передавалось бы еще более молодому поколению, как добрая привычка, приуроченная во благо нашего народа. Мы видели это как команду, которая будет носить свой вклад в общество, будет заниматься сохранением культуры не только еврейского народа. Команда, которая использует дипломатические инструменты для того, чтобы навести некий мост между старым и новым поколением. Тем самым сохранить и приумножить весь багаж знания, который передавалось нам от наших предков. Мы бы хотели дать понять многим, что наша молодежь не под черным занавесом, что она талантлива и талантлива во всех направлениях. По огромному желанию активной социальной и общественной деятельности, за все время своего существования еврейское движение «Алиф» смогло выйти на новый уровень и осуществить ряд мероприятий совершенно различного рода. А именно, праздники, выставки, вечера памяти, круглые столы, культурные, образовательные и досуговые мероприятия, вносящие большой вклад в деятельность по сохранению культуры. В 2021 году, когда еврейское движение «Алиф» проводило международную конференцию в Баку, межконфессиональный диалог «Азербайджан-Израиль-Россия», где по итогам конференции при присутствии депутатов Медлимедлиса, общественных деятелей, дипломатов и послов, мы решили, что еврейское движение «Алиф» в Азербайджане будут представлять молодые азербайджанцы. А союз дипломатов Азербайджана, Российской Федерации, будем представлять мы, горские евреи. Это уникальное событие, еще раз доказывающее, что границы между этими братскими народами не должны иметь предела. И если кто-то тогда участвовал из присутствующих в 2021 году в Баку, не дадут соврать, что на этом мероприятии постоянно все говорили «добро пожаловать, вы наш гость, мы рады вас приветствовать». Честно, мне было очень-очень смешно. Почему? Потому что, когда мы в Азербайджане, мы не считаем себя какими-то гостями. Мы дома, в прямом смысле этого слова. И там я сказал такую фразу на азербайджанском, типа Спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами. Я хочу поздравить от всей души весь азербайджанский народ и всех наших друзей с восстановлением независимости Азербайджана. Сегодня символически мы подумали, что нужно провести это мероприятие именно в этот день. Я рад всех видеть. Я думаю, что наша официальная часть нашей презентации как закончится, мы сможем пообщаться и дискуссировать на тему нашей дружбы и на тему книги. Спасибо всем огромное. Спасибо.